В наше время далеко не каждый решается на второго ребенка, а тут их восемь. Диана, Вика, Артем, Никита, Максим, Денис, Соня и Даня. Вот оно, богатство Татьяны Донсковой из старого городка. Недавно глава округа Андрей Иванов вручил женщине свидетельство о праве на получение субсидии для приобретения жилья в Московской области. Неделю назад нам вручили сертификат. Мы, конечно, обрадовались, что поменять на хорошее жилье. Эти средства выделяются по специальной областной программе для многодетных, подписанной губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Пока большая семья проживает в старом городке. Условия далеки от идеальных. Это и понятно, ведь маме не просто одной содержать детей. Тем не менее, Татьяна справляется и уже мечтает, представляя, как переезжает в большой дом. А ее сыновья и дочери делят между собой пока еще не существующие комнаты. Старшая дочь Дианы рассказала, что последние 8 месяцев семья жила в трепетном ожидании. Мы очень рады, ждали очень-очень долго. Рады, что сменим обстановку, что будет новая квартира или дом большой, чтобы жили все вместе. Диана уже выбрала профессию. Она будет педагогом дошкольного образования. Уход за братьями и сестрами предрешил ее судьбу. Самый маленький член семьи Даня, ему всего 2 года. И он просто обожает кататься на велосипеде. А еще просится на руки. Трехлетняя Соня очень активный ребенок, как и ее брат Денис. Они любят играть в догонялки. А вот Артем, Никита и Максим – будущие футболисты. Вике 12 лет. Она увлекается танцами и резьбой. А также посещает воскресную школу. Эта дружная семья совсем скоро обретет свой собственный дом. А как говорится в народе, тот дом хорош, где хороши его обитатели. Нила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.